Всем привет, меня зовут Александр. Многие меня, думаю, видели на стримах, многие видели старых выпусках, но может быть кто-то появился новый, кто меня еще не видел через вебку вживую, то есть на камеру. Соответственно, вот так вот я выгляжу, и вот этим выпуском я решил запустить на канале рубрику вопросов и ответов, Q&A, потому что регулярно скапливается огромное количество однотипных вопросов под выпусками. И даже если где-то отвечаешь на один-два таких вопросов, все равно система комментирования на ютубе, комментариев на ютубе работает таким образом, что твой комментарий, он скрывается, и новые люди, которые пишут такие же вопросы, но они просто не пролистывают, они даже не раскрывают, не нажимают кнопку показать, не ищут твой ответ. Естественно, это практически, ну это бред такой, таким заниматься. Соответственно, я решил сделать такую вот рубрику, где буду отвечать на вопросы на самые распространенные. Вы можете также задавать вопросы, какие интересующие вас под этим видео в комментариях, соответственно, будет рубрик у нас выходить один раз в месяц, где-то в конце месяца у нас будет один выпуск, в котором буду отвечать на самые распространенные вопросы, плюс на вопросы, может быть, какие-то из ВКонтакта, которые успею найти, прочитать, вопросы, которые здесь под видео оставляются. Да, естественно, у нас есть группа ВКонтакте, ссылочка в описании под видео, туда тоже я репостил видео с этого канала, там я тоже под видео отвечаю, то есть я там отвечаю не в личку, в личку крайне-крайне редко, потому что в личке у меня сейчас уже больше 2000 сообщений от разных людей, это, понимаете, в день приходит по 200 сообщений, кстати, это еще один вопрос, почему я не отвечаю в личке ВКонтакте. Каждый день приходит порядка 200 сообщений от разных людей, если даже я хотя бы по минуте на каждого потрачу, то это займет сразу несколько часов и оторвет меня от съемки видео, от монтажа, то есть, ну, соответственно, пришлось этим пожертвовать, и раньше, конечно же, отвечал практически всем, сейчас уже такое количество подписчиков и такое количество желающих поговорить, а если ты хоть кому-то ответил один раз, естественно, он это воспринимает, как, что с ним начали говорить, что нужно продолжать беседу, понимаете, и тоже, как бы, не можешь, ну, все, уже ответил человек, значит, нужно ответить на следующий вопрос. Соответственно, порой это занимает довольно-таки много времени, отвечаешь там двум-трем людям, я все равно стараюсь отвечать, но по мере сил, так что на этот вопрос я ответ дал, что у нас происходит с ВКонтактом и личкой ВКонтакте. Ну и плюс у нас там наш модератор нашей группы ВКонтакте очень порой прикольные картинки выкладывает, он сам их делает, сам прикал, все всякие разные приколы создает на тему арка и другие, так что я думаю, что вам понравится, а также игровые новости вы тоже там можете найти. Это первый момент. Во второй момент очень много задает вопрос, когда вернутся стримы. Почему сейчас не было стримов? Ну, стримы прекратились, потому что я просто заболел, потом заболела дочка, потом опять заболел я, потом опять дочка заразилась от меня. И так два месяца вот так вот к тюрьмы, потом просто не было времени, потому что, ну, и в реальной жизни тоже хватает дел, пока я болел, все эти дела накопились, нужно было много ездить, соответственно, стриминг ушел на второй план и в основном только снимал выпуски. Плюс, когда ты болеешь, выпуск можно, ну, там, чихнул, кашлял, да, в выпуске это можно вырезать. На стриме, мне кажется, это как-то не очень приятно смотреть, как человек весь такой сопливый, весь кашляющий сидит, что-то, ну, бред, согласитесь. Поэтому просто записывал выпуски, а какие-то моменты, которые там были неудачными, вырезал. То есть вот этот вопрос про стримы, он действительно очень распространен, и стримы вернутся в мае. В мае у нас будет совсем чуть-чуть стримов, может быть, 4 стрима за весь май проведу, что-то типа того, не гарантирую. Но вот начиная с июня, начиная с лета, когда мы переедем на дачу со всей семьей, тогда вот летом у нас с вами будет очень много стримов. У нас будут и дневные стримы, и вечерние стримы. В какие-то дни, может быть, сразу и дневной, вечерний стрим будет, в какой-то день будет только дневной, в какой-то только вечерний. А, соответственно, у нас с вами появится, наконец-то, расписание. Расписание появится, наверное, 3 мая Мы первого возвращаемся Я вот сейчас уезжаю в отпуск ненадолго Сейчас к этому вернемся Соответственно, где-то 3 мая появится расписание Будет расписание по выпускам, примерное накидано То есть, когда вам ждать ARK Когда вам ждать ту или иную игру на канале Сколько будет примерно выпусков Я это все составлю И расписание будет публиковаться в группе ВКонтакте Опять же, я буду закреплять пост на самом верху Обновляться будет каждую неделю Ну или по возможности, может быть, что-то будет обновляться Может, два раза в неделю Так что просто зайдите, там все будет Сейчас оно еще там, конечно, не появилось Появится в мае, 3 мая По поводу отпуска Сейчас я уезжаю 24 числа То есть, завтра я уезжаю в отпуск со всей семьей Ну, то есть, с женой, с ребенком С дочурой буквально на недельку То есть, мы 24-го улетаем Первого возвращаемся У нас, получается, отпуск всего 5 дней по большому счету То есть, ну, день прилета, день отлета Там мы улетаем днем и прилетаем тоже днем Соответственно, эти дни вырезаем Ну, там, чуть-чуть позагораем, чуть-чуть поотдыхаем Немножко отоспимся Все равно я туда снял несколько выпусков Там буду монтировать Там буду собирать ваши комментарии Из-под выпусков по арку Ваши имена, которые вы давали там Постараюсь это все вместе скомпоновать И здесь уже, когда вернусь У нас вернутся в выпуске топ-комменты Вернутся в выпуске имена В большинство игр будет добавляться Тоже топ-комментарии будут добавляться Как и в Арк Сурвавил, как и в Пиксарк Пиксарк, подошли с вами к Пиксарку Что с ним происходит? Тервак, на котором мы играли В который было вложено довольно-таки много времени и сил Все эти постройки, животные Он умер На нем, скорее всего, какая-то критическая ошибка записалась И никакие обновления, ничего ему не помогает Ну там, либо откат очень серьезный делать назад Что нас откидывает, ну, чуть ли не в самое начало По большому счету Либо полностью его вайпать Я так понимаю, что откатить мы его тоже не можем Я затрудняюсь сказать, потому что модерировал его не я Такое бывает, скорее всего, я вернусь все-таки на локалочку И буду делать выпуски по Пиксарку с локалки Обратно, ну, делать в мае Я просто все ждал Может, думал, он поднимется Сервак, может быть, обновления помогут Потому что, все-таки, сами понимаете Были приручены животные Были построены здания всякие различные Очень много сил вложены Не хотелось это терять Но так вышло, что, скорее всего, да Скорее всего, придется это выживание прекратить Ну, не то, что придется Ничего другого не остается А также у меня довольно-таки много раз Все те люди, которые донатили на кресло Донатили, так скажем, на трон Как я это назвал на стримах Спрашивали, ну, ты что, себе кресло купил? Да, кресло я себе купил Но просто вот так вот его показать Довольно-таки сложно через веб-камеру Тем более, хромакей его практически полностью вырезает Оно как бы с сеточкой То есть, там и сидение с сеточкой И, как ты сидишь, облокачиваешься спинкой с сеточкой Подголовье с сеточкой Это все вырезается хромакей Я где-нибудь здесь или здесь вставлю картиночку Наверное, со своим креслом Фишка в чем? Я, конечно же, сначала хотел купить кресло По типу там всяких DXRacer и прочего Ну, знаете, вот эти все с оголовьем Со спинкой, как у гоночной машины Потом так на это все дело посмотрел Я на них посидел, посмотрел на все это дело Так, типа, блин, это обычное кресло А у меня же, я много раз говорил, что Типа, проблемы со спиной, с поясницей Еще с детства Это все просто вот Из-за неправильного сидения Вырабатывалось, вырабатывалось И появилось такое Ну, появилось хроническое заболевание спины Вот, соответственно Я стал искать ортопедическое кресло И нашел очень-очень-очень неплохое Но, как мне показалось, сначала вроде обычное кресло Стал смотреть обзор Его прям все нахваливают Решил, окей, нужно попробовать В общем, позвонил туда Они меня сразу пригласили в шоу-рум Ну, то есть просто Комнату, где у них выставлены все кресла Типа, приезжайте, посмотрите Я говорю, да нет, я просто купить хочу Вот Они такие, да нет, приезжайте, посмотрите Обязательно нужно выбрать по росту, по весу И вот это меня действительно тогда подкупило Я такой, типа, окей, найду время Приехал И вот я сижу уже на этом кресле Это, блин, выглядит как реклама Ну, по большому счету, считайте, да Это реклама этого кресла Потому что я вам прям очень советую его купить Я уже сижу на нем, считайте, 3 месяца То есть у меня это кресло 3 месяца Я могу точно сказать, что у меня спина стала чувствовать себя гораздо лучше На старых креслах Вот я сижу за креслом, за компьютером Пардон На кресле я сижу за компьютером Где-то по 10, 12, 14 часов в день Потому что это съемки, это монтаж Ну, порой просто что-нибудь посмотреть, да И все время в этом кресле И я помню со своих старых кресел Самых обычных, в которых вставал Ты встаешь с таким ощущением, как будто бы, блин, ну вот Не отдохнул-то Вроде как сидишь, должен отдыхать, да Наоборот, как будто бы устал Все болит Спина болит Поясница болит Ноги устали Все устало Здесь же кресло сделано таким образом Оно рассчитано Оно ортопедическое Оно полностью повторяет Я специально сейчас сижу поближе к микрофону Потому что я его так поставил, чтобы он не совсем в лицо мне бил А вообще я сижу обычно вот так вот То есть я полностью откинулся в кресло Оно полностью облегает спину И оно сделано ортопедически правильно по спине Соответственно спина отдыхает Прямо реально отдыхает И сейчас я на нем, конечно, откидываться не буду Но просто периодически, когда хочешь вот так вот расслабиться полностью На нем откидываешься И его ортопедическая структура, его изгиб Он так растягивает спину Так растягивает позвоночники Что вот буквально 10-15 минут в откинутом положении на нем И вот прям действительно чувствуешь, как ты отдыхаешь Как спина расслабляется Особенно в моем случае с моей больной поясницей Это просто супер То есть за последние 2-3 месяца Я не помню, чтобы я хоть один раз жаловался на то, что у меня болит поясница Так что вот, да Кресло я себе купил Я его уже жестко пропиарил Я еще по нему сделаю отдельный видеообзор Прям все покажу, какое кресло у меня Там есть другие кресла, которые выглядят очень, так знаете, необычно Очень космически У них такие спинки растворены, как легкие на самом деле, да Или как две лопатки Это специально сделано, чтобы снимать осевую нагрузку со спины Я прям очень рекомендую, настоятельно прям вам советую Приобрести именно, если вы хотите приобрести какое-то себе кресло Или своему ребенку кресло вы хотите приобрести Приобрести именно такое Потому что оно будет снимать нагрузку со спины Потому что оно действительно ортопедическое И у ребенка спина или у вас спина будет в этом кресле чувствовать себя нормально А все вот эти кресла со спинками, как в гоночных машинах, это просто понты Ну, на самом деле, это просто выпендрёж понты Естественно, все компании-разработчики пропихивают всяким блогерам, всяким ютуберам, стримерам Они им дают эти кресла бесплатно, чтобы они их пиарили Чтобы вот здесь на голове было написано DXRacer, все дела Чтобы все считали, что это круто иметь такое кресло Для спины там никакого, знаете, серьёзного подспорья у этих кресел нету Именно поэтому нужно подходить к этому серьёзно И именно поэтому я сейчас вам это так жёстко пропихиваю, как такая жёсткая реклама идёт в этом выпуске Ну, вот такой вот вопрос на ответ Вы задавали вопрос, я ответил Я мог бы не говорить, потому что я три месяца о нём вообще ничего не говорил А мог бы давным-давно сделать обзор на него Дальше, по играм, какие будут выходить у нас игры Сейчас, пока я в отпуске, я записал несколько выпусков о симулятору бомжа По таким играм, как Far Cry 5 Потому что я сделал прохождение практически полностью, то есть основной сюжетной линии И записал вперёд, то есть останется только монтировать Дальше у нас с вами будет по Jurassic Park Operation Genesis несколько выпусков По Last Day in Your Survival несколько выпусков По арку у меня были проблемы с серваком Я, может быть, сегодня запишу ещё один или два выпуска Но на 100% не уверен, что всё получится Надеюсь, что будет Надеюсь, что справлюсь и запишу Но придётся недельку, может быть, без арка потерпеть Зато потом с новыми силами мы в него полностью окунёмся И будут выпуски по нему практически каждый день А если не по нему, так пиксарк, арк, пиксарк, арк Как было до этого Так, это я ответил Дальше, какие игры у нас с вами будут после того, как я вернусь из отпуска Потому что очень много вопросов Когда будет та игра? Когда будет эта игра? Когда будет ещё какая-то игра? Во-первых, мы с вами полностью пройдём Far Cry 5 Два выпуска в неделю по Kingdom Come у нас будет Ну, у нас будет расписание, так что вы это всё найдёте Также у нас будет Икарус онлайн И Икарус, в общем, будет, не переживайте Будет Last Day in Your Survival Посмотрим, как он будет заходить всё это время Вот это новое выживание, которое я сделал Посмотрим, как будет продолжать заходить Икарус Дальше мы с вами одно время играли в игру Ниш Это, ну, Ниша, эволюционная игра Там, где были такие кривомордочки Может быть, кто-то видел сейчас Кто-то не видел, такой Чё, кривомордочки, чувак В общем, ну да, там такая игрушка прикольная Про котята, их там, наверное, скрещиваешь У них разные генетические особенности происходят Что-то похожее Да, даже не знаю, с чем сравнить Наверное, на Spore Скорее всего, чуть-чуть Вот издали похоже на Spore Соответственно, будет Ниш Мы сделаем порядка 10 выпусков Попытаемся полностью там повыживать То есть, не то, что повыживать Попытаемся их развить Посмотреть, какие у них особенности могут быть Просто, не знаю, поиграем в своё удовольствие эту игру Потому что я хочу, как бы я начал её проходить Она мне понравилась Она понравилась определённому количеству аудитории на моём канале Там порядка 20 тысяч просмотров Что-то на ней было Надеюсь, что и дальше будет интересно Ну и просто я хочу её посмотреть до конца Что там есть Плюс там несколько обновлений выходило Кроме неё, безусловно, будет Jurassic World Evolution Он выходит 12 июня Ребята, приходит по 10 одинаковых вопросов Почтически под каждым выпуском По Jurassic World The Game То есть, мобильные игрушки А будешь? Сними Jurassic World Evolution Её ещё не вышло Её ещё нету Она выходит 12 июня Всё, что вы видите на Ютубе Это обзор геймплея разработчиков То есть, разработчики играли Записали Выложили на свой канал А все эти ютуберы делают обзор Или там нарезки с этого выпуска Понимаете? С этого геймплея Естественно, разработчики не против Потому что это популяризация их игры Также все те ютуберы, которые к ним приезжали Как сказать, в офис Там пригласили несколько популярных американских ютуберов Чтобы они к ним приехали в офис Поиграли у них в офисе Сделали свои записи Выложили на своих каналах Они выложили эти записи И некоторые хитрованы Тоже у этих ютуберов подтиснули записи Немножечко их там сделали обзорно И эти записи выложили на своих каналах Естественно, потому что пригласили единиц Ну, не одного Может быть, человека 3-4 пригласили А хайпу и просмотров с этого срубить захотели многие Ну, так что, такие новости Он 12-го Она выходит 12-го числа Может быть, будет ранний доступ Может быть, не будет Я разработчикам написал Если дадут ранний доступ Будет замечательно Соответственно Будем в ней играть, безусловно Как только выйдет Я хотел посмотреть еще одну игру Про парки Юрского периода Ну, это не парк Юрского периода А про постройку парка динозавров Надеюсь, что получится Но если не хватит времени То абсолютно точно с вами Закончим тематику Jurassic Park Operation Genesis И после нее будем уже В Jurassic World Evolution играть А там будет видно Соответственно Будет несколько выпусков У нас по Zorin Правильно произносится Как Zorin Это игра, где мы выживаем За динозавра Я думаю, что Пока я буду в отпуске Будет 1-2 выпуска По ней, скорее всего То есть Посмотрим все, что можно сделать И будем продолжать ждать Когда появятся новые динозавры Когда появятся новые Обновления большие Просто когда туда добавляют Парочку новых деревьев Парочку новых поведений Динозавров Чуть-чуть изменяют Внешний вид динозавров Делать полноценное Новое Выживание В этой игре Никакого смысла нету Потому что Ты и так уже все сделал То есть это повторять Это пройдено Ну это не так интересно Это действительно не так интересно Это интереснее Когда у тебя Становится Когда у тебя новый динозавр За который ты можешь поиграть Именно поэтому Я не делаю повторные выпуски В таком большом количестве Некоторые пилят Одну тематику очень долго Я вот например Ark Survival пилю очень долго Но как вы видите Я в Ark Survival Стараюсь добавлять Постоянно новые модификации И мы с вами смотрим новые модификации И я Если мы с вами посмотрели Например Ark Extinction Или Extinction Core Да Или Ark Anunnaki Я стараюсь дальше Больше не делать Такие выживания Модификации Похожих на Extinction Core И Anunnaki Потому что это у нас получится 4, 5, 6 выживаний подряд Которые одинаковые Там просто Те же самые динозавры Делают то же самое Выдыхают огнем Выдыхают молниями Плюются ядом Усыпляют Но просто их по-другому Покрасили По-другому назвали Ничего интересного Там не добавили То есть сейчас у нас с вами Идет мифическое выживание И согласитесь Там такие существа И такие механики Которых раньше Мы с вами не видели Ни в одном из других Ни в одном из других модов Ни в одной из других модификаций Именно поэтому В нее интересно играть Выйдет еще что-то новое Интересное в Ark Survival Будем продолжать в него играть Это же тоже все потихонечку надоедает Я уже Ark Survival снимаю год Вы уже многие смотрите его Не первый год Вы уже многие сами А какой год уже? Два наверное года Что я вру? Наверное два года я его снимаю Соответственно Вы многие в него уже Очень долго играете И смотрите его Он приедается Нужно искать новые тематики Нужно развиваться Нужно двигаться вперед Нельзя зацикливаться Никогда на одном и том же Но Это стагнация и деградация Если ты стоешь на одном Сначала стагнация То есть Ты стоешь на одном месте А потом деградация Ты начинаешь Так сказать Падать просто вниз Пробивать дно Обычными словами Нашим языком Я думаю Вы понимаете Что я говорю Соответственно Нужно двигаться вперед Нужно развиваться Нужно смотреть новые тематики Становиться Разносторонней личностью Ребят Вот Это по поводу игр Вот такой вот выпуск У нас сегодня с вами получился Естественно Коротко я рассказывать не умею У меня всегда Все мои стримы Завязаны на том Что я бесконечно болтаю У меня вот такие выпуски Скорее всего Будут завязаны на том Что я бесконечно болтаю Ну потому что я такой Вы сами замечаете По моему видео Что я не затыкаюсь Ни на секунду На этом давайте Этот выпуск завершать Этот Q&A Эти вопросы на ответы Соответственно Оставляйте свои вопросы Которые вас интересуют Здесь под этим выпуском Естественно Пишите под выпусками Под обычными видео Здесь у нас не было Этих вставок С комментариями вашими В следующем Q&A Скорее всего будут вставки Не все Что-то я буду просто выписывать Что-то буду делать Стараться вырезать Потому что Ну порой сидишь С мобильного телефона Интересный вопрос заметил Там-сям Раз-два-три Ну просто вырезать же Ты с мобильника не можешь А порой конечно Когда сидишь за компьютером Это можно вырезать Быстренько в фотошопе И все сделать Но это все время 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 Мое время Свободное В основном нацелено На то чтобы снять выпуски И снять Смонтировать И зарендерить Чтобы выпуск был на канале Именно на это Моя вот Основная цель сейчас Именно этим я и занимаюсь Поэтому все остальное Оно идет вторично Но естественно семья У меня канал и семья И больше ничем я не занимаюсь Вот Вот такие вот дела По поводу семьи Спрашивать не надо Как зовут жену Как зовут дочку Ну я уже об этом говорил Кто слышал тот слышал Кто не слышал Тот не слышал Просто я считаю Что распространять Эти личную информацию Моих родных Это Не очень хорошо Во-первых Ну дочка Она пока не может сказать Хочет она попасть в видео Или не хочет А может быть через 10 лет Она потом скажет Какого фига ты вообще меня вставлял Мне теперь это всю жизнь сломал Поэтому ни в коем случае Не рассказываю Не показываю Ничего не делаю Жена тоже самая Жена не хочет Поэтому я не вставляю Так что про семью задавать вопросы Бесполезно Потому что я на них все равно не отвечу А на все остальные тематики Пожалуйста Задавайте Обязательно отвечу Удачи Пока Увидимся в следующем выпуске По Q&A